Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии, школа номер 10, города Кировска. И сегодня я вам покажу, как подсоединить к триподу телефон. На ютубе полно роликов, где оцениваются разные модели телефонов, камер, фотоаппаратов и всяких приспособлений, для того, чтобы их держать, передвигать. Поэтому о достоинствах и недостатках я говорить не буду. Самое элементарное, как подсоединить телефон к триподу. Для тех, кто не знает, что такое трипод. Это монопод, у которого просто три ноги. Что такое монопод? Это телескопическая палка с такими вот рогами для телефона, чтобы можно было снять себя или что-то за углом. Начнем? У меня трипод беспроводной, модель AF15 и телефон iPhone SE. Почему это важно? Возможно, у вас другие модели и детали будут немножко отличаться. Распаковываем. Так, вытаскиваем. Здесь такой чехольчик. Тоже его вытаскиваем. Что это такое? Это раскладываем. Эти рога вращаются спокойно. Вот сюда вставляется телефон. Ну и вот здесь такая штучка, кнопочка, типа он должен работать. Ну, по идее, он должен работать. Она должна загореться зеленым огоньком. Нажимаем. Он не работает. Отсоединяем. Эта штучка легко отсоединяется. Это пульт управления. Еще раз повторяю. Она легко отсоединяется. Поэтому будьте внимательны, когда катаетесь на сноуборде или снимаете что-то в движении. Здесь должна быть батарейка. Смотрим. Торчит какая-то штука. Вот здесь указатель. Как это открывается. Сейчас откроем. Открываем. Ага. Вот. Вытаскиваем батарейку. Здесь вот такая пластиковая штучка. Это типа предохранителя. Чтобы случайно не включить трипод. Она часто встречается в подобной технике. Не выбрасывайте. Положите в какой-нибудь маленький карманчик. Пригодится в поездке опять заложить батарейку. Чтобы вы случайно не сели или не положили что-нибудь на эту кнопку. И не разрядили трипод в самый неподходящий момент. Вставляем батарейку обратно. Закрываем аккуратно крышку. Не с первого раза получается. Все закрыли. Проверяем. Загорелась. Она работает. Все дело было вот в этом пластиковом предохранителе. Вставляем эту штучку обратно. Теперь подсоединим телефон. Трипот беспроводной. То есть связь будет по блютузу. Значит нам нужно в телефоне найти блютуз. И убедиться, что связь существует. Идем в настройки. В настройках смотрим блютуз. Замечательно. Вот у меня какой-то хайвей. Нажимаем. Ждем. Сейчас он подумает. Сейчас он подумает. И что-то он долго думает. Упс. Связи нет. В чем дело. Попробуем еще раз. Ждем. Ждем, ждем. Думает, думает, думает. Сбой. Связи нет. Что такое? Мой трипод не совместим с айфоном. Да? Давайте попробуем еще раз. Посмотрим, что у нас здесь есть. Вот есть АФ-15. Да? Попробуем. Оп. Подсоединилась. Что это за хайвей? Я понятия не имею. Сосед назвал свою сеть хайвей. Поэтому внимательно проверьте и посмотрите, что запеленговал ваш телефон. Оказывается, здесь отразился мой трипод не как хайвей, а просто как модель АФ-15. Но может быть такое, что вы, например, когда зайдете в настройки, нажмете блютуз, может быть, он ваш трипод не запеленгует. Тогда все очень просто делаем. Выключаем и еще раз включаем. Иногда это действие помогает. Теперь нахлобучим этот телефон на трипод. Для этого ставим его вот в эти вот рога. Лапку чуть-чуть отодвинем, чтобы он держался. Осталось только запустить камеру и выбрать, что нам нужно. Фото или видео. Я выбираю фото. Переворачиваем камеру и смотрим. Фотографирует ли наш... Так. Вот этот момент важный, чтобы кнопка была сверху. Сейчас снимем кошарика. Кошарик. Где у нас кошка? Вот у нас кошка. Где у нас собака? Вот у нас кошка. Вот у нас собака. Посмотрим, что получилось. Все. Все работает. Все подсоединяется. Все взаимодействует. В начале ролика я уже сказала, что у него три ноги. То есть вот так вот мы раскладываем. Да? И он превращается в штативчик. Внимание, чтобы превратить в штативчик, вот это вот надо поднять. Вот как бы вот так вот поднять. Тогда он прекрасно здесь стоит. Можем закрепить фотоаппарат. В смысле телефон. Но фотоаппарат он не удержит. Фотоаппарат он не удержит. И снимать себя или что-то. Это придаст устойчивости. Вот поэтому трипод. Я повторюсь, что я рассматривала конкретную модель трипода и конкретную модель телефона. Айфона. Я не могу сказать, совместимы ли не все между собой или несовместимы. Все ли смартфоны подключаются ко всем триподам или моноподам или нет. Я этого не знаю. На эту тему на ютубе есть ролики. Вы в конце концов можете попросить в магазине проверить, совместим ли ваш смартфон с моноподом или триподом, который вы выбрали. Желаю удачи. Ну, я пойду поиграюсь со своей новой игрушкой. Надеюсь, мое небольшое видео кому-то помогло. Ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok